Добрый день, уважаемые зрители! С вами канал Сибирский Сад и сегодня я, как и обещала, подробно расскажу как разнообразить наши заготовки на зиму домашним кетчупом который является не только очень простым в приготовлении но и очень полезным продуктом из томатов Для этого нам потребуются, естественно, помидоры, томаты любые по форме крупные, мелкие, красные, желтые, черные любые помидоры, вот такие крупные, не кондиция только вот черную шкурочку надо будет обрезать и самое главное правило томаты, помидоры у нас должны быть спелыми не средней спелости, а именно спелыми Итак, помидоры мы помыли с вами то есть у меня вот большая кастрюля помидор приготовлю такую же большую кастрюлю в которую я буду измельчать их уже и начинаем в совершенно произвольном формате уже наши помидоры крошить то есть не принципиально, какой формы, каким размером куски просто берем и разрезаем помидорки никакие там вот эти места крепления удалять не надо делаем все быстро сильно нечего тут над ними думать, над этими помидорами ну и можете конечно на досточке, но тогда часть сока у вас убежит поэтому лучше, если это вы будете делать прям над кастрюлькой столько у меня получилось сейчас это мы ставим на огонь сначала на умеренный, чтобы нагревать без всякой воды, без всякой соли, без ничего просто покрошили и ставим на огонь как видите, уже закипает то есть надо периодически помешивать не жалейте, прижимайте чтобы они закипели, прогрелись, проварились стали мягко вот наши помидорчики уже закипели видите вот примерно с этого момента мы с вами отсчитываем 10 минут сейчас мы это все аккуратненько в горячем виде обязательно протрем через сито и получим уже вот сок дальше я вам покажу, что с ним еще делать аккуратненько натираем через сито помидоры или что является все же предпочтительным я считаю, надо отварить томаты с добавлением небольшого количества яблок болгарского сладкого перца можно еще добавить кабачки это на ваше усмотрение ну соответственно почищенные это придаст густоту нашему кетчупу за счет содержания в яблоках пектина а за счет вот именно перчика вот этого, видите какие перчики перчики, яблочки за счет этого будет еще более вкусный вкус у готового кетчупа этот вариант вот именно с перцем с томатами мне больше нравится я чаще готовлю именно так ну протереть соответственно можно через сито, можно через душлаг через душлаг будет немного погуще видите какая консистенция ну возможно некоторое количество вот семян с помидор попадет в кетчуп если вас это не смущает, то пожалуйста итак, какие именно специи я туда кладу вот у меня есть такая марлечка я ее прополаскиваю она уже окрасилась, потому что я постоянно готовлю и именно в марлечку в несколько слоев заворачиваю я насыпаю специи конечно это не догма то, что я сейчас покажу это то, что нравится мне мне нравится, когда кетчуп ароматный поэтому я обязательно добавляю такие специи, как гвоздика несколько штучек обязательно перец душистый горошком уже у меня маленько осталось куркума, если она есть ну это уже больше для цвета скажем так хмели-сунели практически я всегда кладу лавровый листик его много не надо ну вот пару листиков пойдет обязательно совершенный ингредиент это острый перчик но у меня он очень такой ядрененький поэтому половина перчика на 3 литра кетчупа я считаю достаточно вот даже так вот такого кусочка можно добавить на ваше усмотрение я вот добавляю вот какие у вас есть специи еще если вам нравится приправа для корейской морковки не помешает совершенно по чуть-чуть и самый главный ингредиент в таком вот мешочке завязан это корица конечно самый главный самый главный ингредиент для вкуса это корица она придает неповторимый вот именно этот узнаваемый вкус нашему кетчупу так вот все специи мы насыпали в марлечку и заворачиваем заворачиваем несколько раз для того чтобы сильно они не высыпались конечно они там что-то мелкое высыпется вот так я заворачиваю и завязываю узелком и вот эту вот связочку я опускаю в нашу кастрюльку вот уже у меня закипело и опускаем сюда вот это наши приправы которые мы приготовили так утопили придавили чтоб воздух вышел и сейчас нам надо минут 20 прокипятить но это мы добавили сюда специи агония убавляю надо еще добавить соль сахар и в конце варки совершенно вот ну капелюшечку все-таки уксуса надо чуть-чуть совсем соли сахара понемножечку вот на этот объем у меня тут 3 литра буквально чайную ложечку соли 2 чайных ложечки сахара но обязательно пробуйте то что у вас получается кетчуп должен нравиться именно вам по вкусу он не должен быть недосоленый иначе тогда у томатов такой простой кисловатый вкус и не надо чтоб он был пересоленный то есть маленько насыпали попробовали и так вот я добавляю 2 ложечки сахара и 1 чайную ложечку соли вот для начала этого вполне достаточно нам еще кипятить его 20 минут на медленном огне надо размешиваем пусть она у нас прогревается вот наши специи эти и будет очень ароматный очень вкусный кетчуп обязательно при готовке вы не пожалеете минут 15-20 провариваем вот у меня уже проварилось это пробуем несколько раз чтобы вас вкус устраивал и выключаем плитку разливаем горячим по баночкам или по бутылкам обратите внимание видите он уже довольно густой у меня кетчуп если вы посмотрите видео где я сок делаю там он гораздо жиже за счет того что мы с вами добавили яблоки которые все таки пектин имеет в своем составе перца оно вот в общем-то загустело у нас то есть вот такой более-менее густоватый кетчуп ну и я сделала вот здесь через дуршлаг то есть немножко тут семечки попали в принципе надо конечно через мелкое сито протирать но я люблю в любых в любых вариантах поэтому ну вот сейчас я сделала так вообще через сито надо ну сделала побыстрее и горячим кипящим разливаем по баночкам никакого масла сюда не надо то есть достаточно того что мы с вами положили специи соль сахар и примерно 2 столовых ложки простого 9% уксуса все этого достаточно кетчуп получается великолепный самое главное добавляйте те специи которые вам нравятся по вкусу всем приятного аппетита и разумеется не забудьте конечно достать эти специи их можно вот так немножко выдавить об стеночку все то есть пакетик со специями мы достаем разливаем по баночкам только наш кетчуп такой момент вот если вы разлили кетчуп по баночкам и планируете его хранить какое-то время можете дополнительно сделать защиту чтобы он не испортился то есть сверху налить совершенно там небольшое количество растительного масла любого ну там пусть 2 чайных ложки и посмотрите кетчуп у нас густой вот я налила видите оно как бы провалилось неровно горячая банка то есть аккуратненько возьмите вот так ложечкой все проведите несколько раз поправьте главное уберите чтоб не было у вас на стеночках ничего ну чтоб не запресенило да то есть надо убрать по краям вот так аккуратненько все провели выровняли поверхность все масло делает такой так сказать замок на поверхности нашего кетчупа сейчас я его покажу вам горячий видите вот видите да то есть ровная поверхность закрыта маслочком потом будете когда уже в пищу потреблять совершенно как говорится это не мешает размешайте ну либо уберете ложкой если вам это принципиально после этого закрываете свои баночки можно затянуть пищевой пленкой я обычно делаю и потом еще закрутить крышкой ну вообще кетчуп хорошо хранится в холодильнике я храню в холодильнике все свои консервы то есть он прекрасно хранится в холодильнике вот даже с такими крышечками у меня получилось три баночки и вот чашечка не вошла это я сейчас сразу же когда остынет съем зачем его хранить правда так что делайте такой кетчуп получится у любой хозяйки с первого раза уверяю вас если у вас есть помидорки делайте кетчуп это те же томаты подвергшиеся термической обработке они так же полезны как и томатный сок видео можете посмотреть там про пользу рассказано написано томатный сок здесь все то же самое плюс добавленные специи и немножко для загущения овощи а по вкусу уже несколько разное применение у кетчупа и у сока всем приятного аппетита вкусных хороших заготовок с вами канал сибирский сад пробуйте готовьте себе и сок и кетчуп это очень вкусно и довольно таки несложно но обратите внимание что мы с вами накрошили закипятили протерли еще раз закипятили все готово совершенно несложно и очень вкусно делайте так как нравится вам кстати в кетчуп можно добавить яблоки перец кабачок вот эти продукты ну лук спорно я добавляла но не совсем кабачок очень хорошо идет тоже для загущения и для придания такой в общем то консистенции хранится без стерилизации просто разливаете кипящий по баночкам герметично закрываете и убираете в холод разливая также по маленьким баночкам это удобно заходите еще в гости друзья подписывайтесь ставьте лайки кому понравился рецепт всем хорошего настроения удачи во всем вкусных заготовок большого урожая можете еще зайти в мои видео посмотреть вот как очень вкусно засолить помидорки как очень вкусно засолить огурчики грибы я ходила в лес собирала тоже видео посмотрите я думаю вам пригодится заходите еще в гости на канале много интересного всегда рада вас видеть до встречи с вами сибирский сад пока пока